Это лагерь Балухали в Бангладеш. Здесь тысячи беженцев Рахинджа. В родной Мьянме их расстреливали, пытали и сжигали живьем. Но они каждый день повторяют, что Бангладеш не их дом, что скоро они вернутся домой. То, что сделали с ними, комиссия ООН накануне назвала геноцидом. Но ООН далеко, а преследователи Рахинджа близко. Они должны быть наказаны. Они пытали нас за то, что мы, мусульмане, и читали исламские стихи. Они не против 135 других народов, которые живут в Мьянме. Но только мы, мусульмане, и они хотят нас прогнать. Я не верю, что их накажут. Пока генерал Мин Аунхлайн не предстанет перед международным судом, мы не будем верить никаким заявлениям. Мин Аунхлайн — это главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы. Военные полвека удерживали власть в стране, и, несмотря на формальный переход к гражданскому правлению, остаются главной политической силой. Именно они, по мнению комиссии ООН, год назад отдали приказ о зачистке мусульманского меньшинства в буддийской Мьянме. В случаях Мьянмы, как и во всех случаях геноцида, прямых улик нет. У нас нет копии приказа, в котором говорилось бы начать геноцид завтра. Но есть обстоятельства, по которым можно восстановить намерения. И, во-вторых, в Мьянме есть неизыблемая цепь командования. И поэтому нет сомнений в том, что высшее военное руководство знало и контролировало происходящее. Должен быть создан международный юридический механизм для привлечения к ответу высших генералов Мьянмы и других руководителей, виновных в геноциде, преступлениях против человечности и военных преступлениях. Это необыкновенно жесткое заявление. Названы шесть генералов, которые должны предстать перед Международным судом. Международный трибунал по военным преступлениям создавался всего несколько раз в истории. Выводы комиссии основаны на свидетельствах беженцев, опрошенных 800 человек, и анализе спутниковых снимков. В саму страну власти Мьянмы комиссию ООН не пустили. Вместе с членами комиссии беженцев опрашивала актриса Кейт Бланшетт, ооновский посол доброй воли. Она поддерживает выводы комиссии. Многие беженцы, с которыми я разговаривала, считают Мьяну своим домом. Но у них есть глубокие опасения по поводу возвращения на родину. Отказ в праве на вступление в брак, в праве на работу, в праве на медицинское обслуживание, на образование, делает их одними из самых уязвимых людей на планете. Рахинджа – беднейшее меньшинство Мьянмы. Они лишены основных прав и не получают гражданства, даже если живут в стране достаточно долго. В августе прошлого года боевики с так называемой армией спасения Рахинджа напали на 30 опорных пунктов армии Мьянмы, после чего военные начали зачистку мусульман по всей стране. В ней, по самым скромным оценкам, погибли 10 тысяч человек. 700 тысяч бежали в соседние страны. Можно было надеяться, что вмешается Аунсан Суджи, демократический премьер-министр Мьянмы, любимица Запада, лауреат Нобелевской премии. Она десятки лет пробыла под домашним арестом при военной диктатуре и стала лидером только недавно, когда ее партия победила на выборах. Но она не остановила операцию. Более того, по отчету ООН, она соучаствовала в происходящем, отрицая вину генералов, распространяя ложную информацию и мешая независимому расследованию. Ее уже лишили семи ранее врученных международных наград и есть даже призывы отнять у нее Нобелевскую премию. Но, пожалуй, самым чувствительным ударом по руководству Мьянмы станет даже не это и не доклад ООН, а решение компании Facebook, комментирует находящийся в Мьянме аналитик. Facebook выступил необычайно мощно, закрыл страничку главнокомандующего и еще 19 других. Это подвергнет их неприятной изоляции. Придется искать другие каналы связи с собственным народом, потому что Facebook для многих здесь это и есть интернет. Главнокомандующий очень-очень любил свою страничку. Так что этот день войдет в историю, как черный день для национальных вооруженных сил. Чтобы создать международный трибунал по преступлениям в Мьянме, потребуется резолюция Совета безопасности ООН. А это вряд ли возможно. Против выступят Россия и Китай. Представитель России Василий Небензе уже заявил, что есть попытки некоторых стран возложить ответственность на отдельные мьянманские круги, забывая о деятельности террористических групп. Похожее заявление выпустил и МИД Китая. Мьянма в качестве жеста доброй воли построила на своей территории лагеря для тех Рахинджа, которые пожелают вернуться. Пока вернулись единицы. Родные деревни сожжены. Есть подозрение, что в этом лагере Рахинджа оставят надолго, а менять один лагерь на другой хотят немногие. Сергей Морозов, РТВАЙ.